Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире программа «На связи с муниципальной властью» и как всегда по средам с вами ее ведущий Андрей Острев. И мы, как всегда, будем говорить с муниципальной властью о том, что она делает для горожан и вообще, что она делает, а также приоткрывать завесу так называемых тайн Мадридского двора. И сегодня, выбирая тему, ну, наверное, многие из вас уже слегка набили оскому себе вопросами ЖКХ, мостов, кладбищей, то есть то, что у нас бурлит. Сегодня мы поговорим о молодежи. И у нас не первый раз в гостях Олег Соколик. Добрый вечер, Олег! Добрый вечер! И сегодня у нас необычный гость, который не связан с муниципальной властью. Это Владимир Алексеев, музыкант, глава, как там правильно, громадской организации Маколаевский джаз-клуб. И мы неспроста такой сегодня коллектив подобрали, потому что мы сегодня поговорим о тех мероприятиях, которые делаются для молодежи, для горожан. И, собственно говоря, первое слово вам, Олег. Олег, вы у нас были несколько месяцев назад и рассказывали о том, что будут проведены конкурсы на разного рода культурно-массовые проекты для молодежи. Вот расскажите о них, собственно, что удалось сделать, как это проистекало. Я, наверное, каждый раз, когда прихожусь в эту студию, я всегда говорю, как раз так совпадает, что мы или объявляем конкурс, или проводим, или вот он только состоялся. В данный момент у нас, так как мы это делаем поквартально, чтобы максимальное количество людей привлечь, мы стараемся это делать вот так часто и интенсивно. И, в принципе, один цикл мы только закончили, у нас же в процессе второй. И вот, пользуясь моментом, также всех призываю к тому, чтобы, кто желает, до 5 мая также можно подать проектные заявки. Все те формы, которые были раньше, они остались такими же. Ничего сложного, ничего нового, поэтому мы будем рады видеть ваши заявки. Всю информацию можно взять у нас на сайте, у наших группах в социальных сетях, в Фейсбуке, ВКонтакте. Поэтому мы будем рады видеть вас. Олег, я вам предлагаю, наконец, в программе оставить анонсы о ваших начинаниях, что будет в будущем. Давайте поговорим о том, что было. Потому что, в принципе, по логике серии наших программ, мы периодически что-то анонсируем, а потом периодически за это отчитываемся. Давайте отчитаемся. Люди нас любят, особенно депутаты, когда отчитываются перед ними чиновники. Я только сегодня был на комиссии, имел опыт. А есть ли о том, что уже было сделано? Ну, маленькая еще ремешка. И мы так вот посмотрели, да, и понимаем, что одной из основных проблем для молодежи в городе есть формы досуга. Потому что, ну, не только для молодежи, в принципе, для всех горожан. Потому что не дотягиваем наш город в этом компоненте до оценки, ну, например, хорошо, отлично, да. И очень часто люди стыкаются с той проблемой, что им просто некуда пойти и как-то интересно провести время. Понятно, что муниципальная власть, она никогда на себе на 100% не вытянет на себе этот компонент. Поэтому мы очень часто привлекаем к такому здоровому аутсорсингу и привлекаем к этой работе людей, которые, с нашей точки зрения, на профессиональном уровне, вот творческом, они на порядок выше нас. И их знания для нас еще полезней, когда мы поработаем с ними. И мы объявляем вот такие конкурсы, один из которых подразделов, это вот культурно-массовые мероприятия. Я могу привести буквально два примера таких масштабных мероприятий, которые не только городского масштаба. Это, например, фестиваль уличной культуры Skills, причем правильной, нормальной уличной культуры. Это фестиваль, который собрал представители всех городов, большинства городов нашей страны, я могу сказать, что такое рейтинговое мероприятие. Ну и второе большое мероприятие, это вот Performance Jazz, второй год, который уже проводится, и Владимир Алексеев, который его делал. Я думаю, что маленький еще момент, знаете, неспроста мы в таком формате втроем, потому что ведь и жители города это тоже власть. Вот пример того, как жители города делают город лучше. Ну вот, Владимир, давайте к вам перейдем плавненько. Что это был за фестиваль? Я откровенно, может, я сейчас покажу свое неверие, я не слышал о нем. И я уверен, что очень многие не слышали. Расскажите, что это за мероприятие, какие его были цели, и куда приходить в следующий раз. Ну смотрите, второй всеукраинский конкурс Performance Jazz, он уже проходит, потому что он второй, проходит второй раз. И первый раз он проходил в прошлом году. Идея была такая, что в нашей стране большой, очень много джазовых музыкантов, но таковых конкурсов, которые проходили бы на хорошем уровне, их фактически нет. И так как Николаев, несмотря на то, что это маленький город, он считается достаточно развитым в джазовой сфере, идея проведения конкурса витала давно, но вот благодаря, скажем так, толчку областного управления культуры в прошлом году, они согласились с первыми поддержать и как-то поучаствовать в проведении конкурса, мы сделали первый конкурс, на который приехали гости с Киева, со Львова, с Харькова, с Одессы, с Днепра, то есть крупных городов. И было очень приятно то, что вот в этом году, когда мы думали делать второй конкурс или нет, то вот управление молодежной политики, Олег Сокольник, они как бы сами тоже проявили инициативу, давайте мы поучаствуем в этом интересном проекте. и это очень здорово, потому что без поддержки, вот масштабные проекты, которые длились, например, в этом году три дня, 7, 8, 9 апреля, в этом году на открытии были музыканты из Бразилии и из Америки, 7 апреля, среди членов жюри, которые судили с участников, это был не просто, это не местечковый конкурс, где там Петя, Маша и Вася сидят, и как бы все свои друзья, а это были лучшие джазовые музыканты Украины, которые играют в разных проектов, там от Сенсея, Джамалы до Виагры и так далее, то есть, но это джазовые музыканты, которые участвуют и в популярных каких-то проектах, но в то же время здесь они были именно представлены как джазмены. И члены жюри не просто сидят и журят молодежь, которая приезжает со всей Украины, они дают еще мастер-классы, они сами выступают на вечерних концернах, то есть, показывая своим примером, своей игрой пример той молодежи, которая приезжает. Для нас это очень важно, и приятно, что Николаев, он является таким своеобразным, на несколько дней становится таким центром маленькой джазовой музыки, и очень приятно, что к нам приезжают участники из городов-миллионников, и очень приятно, когда эти участники, их преподаватели, они говорят, блин, ну у нас такого нет нигде, а в Николаеве есть. То есть, мы не просто проводим конкурс, а конкурс проходит на базе музыкального училища. Мы становимся уникальным городом в этом плане. В этом плане, да, то есть, но мы даем еще возможность участникам, кроме того, чтобы поучаствовать в конкурсе, поучаствовать в концерте на большой сцене, концерт-холл Юность, это шикарная площадка, где участники имеют возможность выступить на хорошем звуке, на большой сцене для большого количества зрителей с экраном красивым, да, то есть, который... Киевляне, когда в прошлом году приезжали, говорят, блин, как вы это делаете? У нас в Киеве такой экран стоит NX-УЕ, а тут просто вы для конкурсантов это делаете, и мы снимаем на видео. То есть, это не просто лишь бы какое-то мероприятие, то есть, это то, что остается в памяти и расходится по всей Украине, и за ее пределы. Хорошо, мы еще обязательно вернемся к мероприятию, у меня особенно там, у меня созрел один вопрос, но мы вернемся к Олегу и продолжим отчет, отчет, как мы любим у чиновников спрашивать отчет, что еще было интересного было проведено, какая была, какие... Давайте, в прошлый раз было объявлено, мы в прошлый раз анонсировали конкурс, да, и вы говорили о том, что будет там, вот, микрогранты, да, которые там на разные проекты. Вот все проекты перечислять не надо, ну, вот, это глобальный проект национального масштаба, я не побычу этого слова, спасибо вам большое, Владимир, за ваше старание, и, соответственно, вам, Олег, за поддержку. Какие проекты вам запомнились лично, которые вы бы хотели, может быть, масштабировать в будущем? Ну, вот я уже упоминал сегодня об одном из них еще, это фестиваль уличных культур, скиллз, да, хоть слово уличных очень часто людей отпугивает, но это такой здоровый, фестиваль здоровой конкуренции, танцевальный фестиваль, где также представители хип-хоп, культур разных городов нашей страны соревновались, при том, при всем это проходит в очень такой хорошей, положительной атмосфере. Я всегда говорю, знаете, пусть лучше уличная культура, она будет вот такой конкурентной, спортивной среди молодежи, но при этом она очень дружеская, чем она будет в тех негативных форумах, которые вот сразу, да, приходят как-то так вот в ассоциацию, когда мы об этом говорим. Это тоже мероприятие, которое я бы хотел, чтобы у нас было больше и чаще. В принципе, мы в этом направлении сотрудничаем с такой организацией, как слайс, я думаю, все их знают в городе. Большинство точно слышали. Молодежь, скорее всего, да. Да, знают. Это, наверное, лучшее, да, вот такие танцоры в городе в этом направлении. И как-то вот в нашей стране раньше это был центром Харьков, но ввиду там определенных событий и опасностей, Харьков не стал таким, ну, не такой популярный город сейчас для въезда молодежи. Поэтому мы пытаемся в этой ситуации сделать Николаев таким центром спортивной молодежной танцевальной культуры. Я думаю, что мы на осень обязательно проведем более масштабные мероприятия. То есть, чтобы сделать то, что мы сделали в марте, это было в конце марта, мы провели два мероприятия более мелкого масштаба, ну, не слишком, но все равно, на котором мы, говоря, потестили, посмотрели, да, что можно прокачать, чтобы сделать лучше. Вот это такие два больших мероприятия, в котором, ну, в каждом, я уверен, приняло участие в разных качествах более тысячи человек. В каждом из них, я думаю, это хороший показатель. Также, вот я, конечно же, всегда тоже говорю о том, что я сторонник больше образовательных мероприятий. Например, такое мероприятие, как шахматный фестиваль. Давно витает тема о том, чтобы сделать шахматы, например, в школах факультативом или как-то обязательным курсом. Во времена моей молодости так и было. Ну, вот сейчас, видимо, все по кругу идет, да, то есть, это интересный вид спорта, и при этом он очень может быть полезен, как и, в принципе, для развития детей. Мы провели для школьников Корабельного района, в котором приняло участие более 60 юных шахматистов. Они посоревновались, получили призы, получили, кто-то повысил свои разряды, кто-то получил первые разряды, вот, то есть, они где-то улучшили свое мастерство. Вот, также на этой неделе у нас стартовал такой проект, как школа эффективного студенческого и школьного самоуправления, где мы пытаемся скоммуницировать всех представителей учебных заведений, потому что, в принципе, во многом от них и зависит активность на базе университета. Это такие наши агенты в учебных заведениях, с помощью которых мы стараемся охватывать как можно большее количество молодых людей. То есть, этот проект только стартовал на прошлой неделе, в целом он будет длиться до конца весны. Хорошо. Я хочу еще Владимира расспросить, у меня разозрел этот вопрос, и вы подвели к этому вопросу. Владимир, вот вы не являетесь чиновником, вы, грубо говоря, инициатор вот такого вот мероприятия по зову сердца, можно так это назвать, да? Скажите, как вы считаете, какие сегодня самые главные проблемы молодежи, вот, не с точки зрения, грубо говоря, статистики чиновничьей, а вот ваше личное ощущение, чего не хватает сегодня молодежи, ну, скажем, для гармоничного развития, вот с вашей точки зрения. Я понимаю, что джаза, конечно, не хватает, но кроме джаза. На самом деле, ну, без джаз, на нем свет клином не сходится, как бы. То есть, джаз вообще занимает, там, грубо говоря, 3-4% от общей музыкальной массы и музыкальной массы поклонников в мире. То есть, это статистические данные, которые все у нас так любят. Вот, поэтому не хватает, мне кажется, во многом возможности для хорошей реализации своих талантов. То есть, большинство вынуждено, если выбирать между возможностями реализации своего творческого потенциала и надобностью зарабатывать, они вынуждены делать то, что приносит деньги, а не делать то, что они могут себя проявить, как художник, как музыкант и так далее. Поэтому вот основной ключевой идеей и целью, в частности, например, конкретно этого конкурса, это дать возможность молодым музыкантам проявить себя. Проявить себя не просто где-то для кого-то, для своих однокурсников или преподавателей на там маленьком академ-концерте для 10 человек, а проявить себя для нескольких сотен человек на большом зале. Ощутить себя настоящим музыкантом. Ощутить себя настоящим артистом. И для музыкантов это очень важно, когда подходят молодые ребята, кто-то постарше, то есть кому-то до 20 лет. То есть у нас были участники и 8 лет, просто дети. У нас были ребята, которым было уже по 30, даже за 30 немножко, туда до 35 лет. И они говорили, блин, так приятно, когда ты выходишь на сцену, и у тебя здесь, ты чувствуешь себя не то чтобы звездой, но тебе не нужно ничего говорить, что сделать, чтобы все звучало, потому что все хорошо, все сделано профессионально на уровне. И для многих из них это возможность себя реализовать. Это главная цель. И мне кажется, что это то, чего не хватает. И это то, что маленькое, что мы пытаемся делать в своей маленькой узкой сфере. Спасибо. И тут сразу же к вам вопрос, Олег. Мы перейдем в такую плоскость от восторженного к такому жизненному. Вот то, что говорит Владимир, в принципе, наверное, многие разделяют, потому что действительно самореализация молодежи, ее реализация, особенно в рамках, собственно говоря, Украины, Николаева, Украины, это очень важный момент. И, наверное, не зря произошел ряд изменений в структуре городского совета, в том числе в вашем управлении. И вот хочется услышать об этих изменениях. И как вы планируете решать вопросы, о которых говорит Владимир, как раз с новой структурой своей? Ну, во-первых, например, да, вот опять такими цифрами. В структуре управления даже, например, нашего нового, это уже будет 7 человек, которые занимаются молодежной политикой. До этого это было 3 человека. То есть мы как минимум в 2 раза выросли. Вот. Если посмотреть на структуру бюджета городского совета, то направление работы с молодежью в бюджетном таком разрезе составляет 0,22%. То есть понятно, что мы не строим дороги, дома, то, что требует больших таких денег, капитальных затрат. Это понятно, почему цифра такая маленькая. Мы, со своей стороны, как управление, всячески стараемся увеличить эту цифру финансирования на молодежное направление. Потому что мы должны понимать, что кроме, пусть там вот слов, что мы за вас, мы вам поможем, мы должны давать четкие механизмы. Пускай они не решат всех проблем, они не могут решить проблему индивидуально каждого, но мы должны дать понятные, максимально простые условия и правила возможности получения поддержки из городского бюджета. Ну, например, да, то есть для чего мы делаем эти конкурсы, я часто о них так говорю. Для того, чтобы все понимали, как можно сделать так, чтобы вы и ваш круг людей, и ваша организация могла претендовать не на что-то от кого-то, а на то, что вы можете претендовать. Это деньги городского бюджета на то, что вы хотите сделать в этом городе. Хотят ребята делать джаз, они приходят, говорят, мы хотим делать джаз. Приходят, я думаю, не самую сложную процедуру отбора. Все хорошо, они получают. Хотят делать уличный фестиваль, пожалуйста. Беспрецедентный случай случился на прошлом заседании комиссии, когда комиссия поддержала все проекты, которые были поданы. Для себя это отмечу. Наверное, все-таки за то время, которое мы работаем и ввели эту практику, люди начали писать лучше. То есть опыт, опыт, да. Да, то есть они какой-то навык получили. Те, кто, как всегда, я говорю, приходят раньше, еще получают хорошую бесплатную консультацию от наших сотрудников, как это сделать. Те, кто приходят в последний день, к сожалению, не успевают ее получить. То есть люди пишут лучше, качественней. Комиссия тоже, нужно признать, развивается, становится более компетентной. И мы достаточно быстро проработали все заявки. То есть мы максимально быстро стараемся дать какие-то советы, рекомендации, как оптимизировать бюджет, если мы видим, что он слегка необъективен. Или же как оптимизировать, улучшить мероприятие для того, чтобы добиться лучшей цели. То есть это все проходит достаточно несложно. Я думаю, все эти люди, которые проходят эту процедуру, могут сказать, что на самом деле это намного проще, чем кажется. Главное, нужно сделать это в первый раз. Если у кого-то есть вопросы, как это делать, без проблем они могут прийти к нам, и буквально наш сотрудник сядет и переведет их мысли из головы на бумагу. Потому что часто бывает, я видел это много раз, когда очень интересные ребята, очень классные, они просто вот на этом моменте, когда нужно изложить это на бумагу, они где-то терялись, а мы не могли их потом найти, они уже проживали эту идею. И получается, что все в минусе. Они не сделали то, что хотели. Мы чувствовали, что мы в минусе, потому что мы не поработали с интересными ребятами. Мы получили интересное правильное. И он сам вообще не состоялся в целом. Поэтому это самый такой кризисный момент, который я вижу, когда людям нужно перевести из мысли в такую какую-то несложную форму. Когда они проходят вот этот этап, это уже, наверное, 2-3 дела сделано, дальше такие моменты шлифовки, и я думаю, все достаточно просто. Хорошо. Я бы вот хотел обоих вас спросить вот об одной такой интересной вещи. Вот когда-то, где-то, ну, ориентируясь на месяц-полтора назад, вот Телик мне в студию приглашал в деталях гостя из Вильнюса. И у них, что мне очень-очень импонировало в этом госте, у него было четкое понимание стратегии, стратегии городской власти, вот именно уровня города, стратегии работы с молодежью. То есть, чего они в результате хотят. Ну, в частности, они там, вот они очень серьезно задумались на тему возврата молодежи в город, к себе, в страну, а не так, чтобы в Европе, ну, оставалась молодежь в Европе после обучения. Ну, это их стратегия. Вот ваш незамусоренный взгляд, ваш Владимир, незамусоренный взгляд, вот как вы считаете, на что бы сегодня нужно было бы приложить максимум усилия в отношении молодежи, вот, ну, в перспективе 3-5 лет? Вот что вы считаете необходимым сделать? Вы все-таки сегодня представляете ГО, общественную организацию? Это уже, как бы, ну, общество, которое преследует определенные какие-то, включая стратегические цели. Смотрите, ну, ни для кого не секрет, для того, чтобы молодежь оставалась, ей должно быть где работать и как отдыхать. Нет, 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 сейчас мы, сейчас мы, сейчас мы, это, это Вильнюс так решил. А вот, а как вы считаете, что вот сегодня, вот, ну, я имею в виду, вот, в стратегическом плане, вот, там, за 3 года, то есть, вот, Олег рассказывает, говорит о том, что вот из года в год, они, вот, он там, борется за бюджет, старается, как бы, как можно больше мероприятиями, но, наполнить, как бы, город, да, но есть стратегическая линия, что в результате получить, там, повышение уровня культуры, например, например, это, ну, это моя, это моя мысль сейчас была, я хотел бы ваши мысли послушать, и думаю, зрителям будет тоже очень интересно. Повышение уровня культуры, да, то, что, ну, хоть это и ваша мысль, но на самом деле, увитает, я думаю, у многих людей, которые что-то делают, и иначе бы мы, ну, это не делали. То есть, ну, в любом случае, должно идти параллельно, цель, вот, всего, что делается, должна быть та, что люди молодые должны видеть, что они здесь кому-то нужны, и их проекты здесь кому-то нужны, и их идеи здесь кто-то поддержит, потому что, если их не поддержат здесь, они будут найдут место, где их поддержат. Либо это будет другой город, либо это другая страна. Если они не смогут реализоваться здесь, в этом городе, они будут искать другие места, где они смогут реализоваться. Есть еще альтернативный путь, когда люди не реализовываются, а вот как раз начинают наполнять слово «уличный» определенной тенью. Вот я, музыка, для меня, в моей узкой сфере, всегда больно смотреть, например, на талантливого музыканта, который спустя некоторое время, ты с ним встречаешься, а он уже не музыкант, он стал айтишником, или он стал, не, ну это неплохо, это круто, то есть он больше, ну, разоровато, или он стал менеджером в какой-то компании, или может быть он стал банкиром, но он очень классный музыкант, у него огромные перспективы. Ну, это сводится к тому, что в лучшем случае дома на пьянках что-то сыграть, к сожалению. Да, да, поэтому как бы вот, ну, мне кажется, и то, что мы делаем, очень бы хотелось бы, чтобы, если кто-то из талантливых ребят, он остается и продолжает развиваться в той сфере, которую он любит, которую он талантлив, это очень хорошо. Каждому из нас даны свои таланты, и, ну, если хотя бы некоторые из них будут реализовываться, то уже, ну, наверное, это нельзя. И если Управление молодежной политики будет создавать, и делает, да, то, что они делают, они создают для тех или иных сфер деятельности интересной молодежи возможность для лучшей реализации, то, ну, это очень важно. Мне кажется, что это, ну, та функция, которая делается. Я могу еще короткую задаваться штуку по поводу того, что говорил Олег. Конкурсы, проекты, для меня это тоже не очень приятная штука, как бы. Процедура. В голове много всего, то есть мы много чего делаем, то есть в этом году у нас уже будет 10-й джазовый фестиваль джубели, то есть уже, как бы, 10 лет что-то происходит, то есть мы начинали, мне было 21 год, сейчас 31, и, как бы, очень много всего уже пройдено, но это был, по сути, один из первых, наверное, проектов, таких вот достаточно серьезных, которые, ну, сделаны вот в плане, ну, в плане того, что... Организационного. Организационного, да, именно вот свои мысли не просто там как что-то сделать, а упорядочить, и я могу тоже подтвердить то, что ребята идут, ну, навстречу, то есть и там есть специалисты, которые помогают, поэтому тут я могу, ну, обратиться, там, к молодым ребятам, которые, может быть, хотят и думают, что, блин, то у нас там не получится, или не смогут, просто придите, вам подскажут и помогут реально сделать ваш проект, довести его до ума, привести его в форму, нужную для бюджетной комиссии, и никто не оттолкнет и не скажет, а, ребят, вы не сделали все, идите в следующий раз. То есть это очень здорово, то, что такая есть поддержка со стороны власти. Хорошо. Олег, я вам... Вот у нас две минуты эфира остается, я хочу вам отдать их, для того, чтобы вы проанонсировали, к чему мы готовимся, какие будут конкурсы проведены, какие проекты и так далее, и плюс вы еще просили меня в начале программы обязательно сказать о том, что у вас открываются вакансии в вашем управлении, ну, собственно, вам слово. Так, но про стратегию говорить не будем, да? Ну, если хотите, пожалуйста, двух слов, ладно. Вот вы сам, вот вы молодой человек, по большому счету, какие вот у вас есть, в принципе, те же почти проблемы, что и у другой молодежи? Я скажу, как молодой управленец, что я считаю, вот той большой стратегией, это гражданское общество, это общество людей, которые способны сами к изменениям, да, не те люди, которые на все пассивно реагируют, да, и у них кругом зарада, то есть те люди, которые берут и решают свои мелкие проблемы, которые абсолютно в их возможностях решения, которые не, есть проблемы не в сфере компетенции органов, там, местного самовыправления, администрации. И по абсолютной случайности вы сегодня как раз пригласили с собой Владимира, который является ярким премьером. Да, и я приведу, потому что наше управление, по сути, это вот управление, которое больше меренно работает с общественными организациями. Зачем нужны все эти проекты? Не для того, чтобы мы тянули статистику или ставили галочки, что у нас было 50, стало 60, а потом 70. Это не главное. И важно что? Чтобы максимальное количество людей в них принимало участие. Не просто для того, чтобы мы опять бы тащили статистику вверх, а для того, чтобы эти люди в процессе организации, участия, вырабатывали в себе навык организации вокруг себя людей, аккумулирования идей. То есть, сами мероприятия, вот для этого, это их цель, а не для того, что мероприятие, это не цель, это лишь средство для того, чтобы научить этих людей быть самодостаточными. Теперь о конкурсах. Еще раз, до 5 мая мы принимаем документы на конкурс по проектам, можете обращаться к нам, всегда пишите, или звоните. Все правила и форматы остались прежними, поэтому будем рады вас видеть. Также, в мае месяце у нас будет объявлен конкурс, в связи с определенными изменениями в структуру, у нас будет объявлен конкурс на вакансии, это будут 2 вакансии, и мы будем рады видеть молодых людей, желательно молодых людей с опытом работы в общественном секторе. Вот, например, у нас сейчас такие ребята работают, это помогает в диалоге с общественным сектором, желательно с базовым знанием английского, в принципе, ну, грамотность, да, как минимум, я думаю, всех, кто заканчивается, ну, и высшее образование. Поэтому мы всех рады будем видеть на конкурсах, участвуйте, подавайте документы, я думаю, что для тех людей, которым это интересно, они составят труда, подготовятся и пополнить нашу команду и уже стать молодыми госслужащими, которые будут менять от город к лучшему. Что ж, спасибо большое, у нас сегодня получилась очень интересная беседа, как я считаю, мы разгрузились от труб, от ЖКХ, от дорог, это бесспорно очень важные, очень важные моменты, но давайте не будем забывать, ну, вот я, по крайней мере, постоянно помню, и, собственно говоря, очень с удовольствием общаюсь с Олегом и внимательно слушаю, что они там делают, это молодежь, потому что через 20 лет, когда мне будет уже там 60, 60 с ГАКом, государством нашим и городом нашим будет управлять та молодежь, которую мы сегодня воспитаем и поможем его или поможем в становлении. Что ж, спасибо, спасибо нашим гостям за то, что пришли, спасибо нашим зрителям за то, что были с нами. Я напоминаю, что каждую среду мы встречаемся с вами в этой студии, в прямом эфире, в программе на связи с муниципальной властью и общаемся с нашей властью, которая делает нашу жизнь, надеюсь, лучше. Телеканал Николаев, с нами всегда интересно, не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин